Девочки, милые, у меня к вам просьба. На одну минуту подойдите к нам. Я задам один вопрос. Кого вы знаете из великих балерин Мариинского театра? Кшишинская, Анна Павловна, Тамара Крисановна. Так, кто знает про Ваганова? Методику классического танца придумала. Они обучают в Академии. Какие у нее были ученицы? Самые знаменитые. Дудинская, Алла Шелест. В то время поражало обилием талантов великих балерин. Марина Семенова, Галина Уланова, Фея Балабина, Ольга Моисеева, Нинаэль Кургапкина, Алла Осипенко, Ирина Колпакова, Ольга Йордан, Нинаэль Петрова и героиня нашей программы Татьяна Вечеслова. 24 июня 1951 года в Кировском театре долго не расходились зрители. Спектакль закончился, овации не смолкали. Люди стояли, глядя на сцену, как завороженные. Со своей публикой прощалась Татьяна Вечеслова. Кумир не только балетного, но и всего культурного Ленинграда. Прощалась та, кого по праву называли комиссаржевской балетной сценой. Грустный, конечно, это был день, но вместе с тем я его как-то ощущала как праздник. Может быть, потому что я себя за год подготовила к этому, решив, что я уйду. Мне многие говорили, что ты делаешь это рано, этого делать не надо. Но у меня есть какая-то своя убежденность, какая-то своя позиция, если можно так сказать, что все в жизни надо заканчивать лучше немного раньше, чем позже. Важно не пересидеть. Так же, как и в гостях. Так гордо и красиво, как она никто не уходил. Она же ушла в рассвете, свертев 32 фойте. Сергеев ради нее был ее партнером в последнем акте Дон Кихота. Она тут же танцевала и Эсмеральду кусок, и третий акт Фонтана, и Дон Кихот. Тут она творила чудеса. Как она кидалась, летела через всю сцену, забыть нельзя. КОНЕЦ 25 лет на сцене Кировского театра. Станцован практически весь классический репертуар. Вечеслова стала одной из первооткрывателей драм-балета. Почему нет съемок? Почему нет съемок? Потому что балет не снимали. И это ее как-то тогда не очень интересовало. Запомнилась она у нее больше всего в жизни. Она была артисткой до мозга костей. У нее была совершенно невиданная человеческая энергия. Я уж не говорю об ее женской прелести. Это было уникальное создание. Она оставила себе книжку, оставила себе память. Большое видится на расстоянии. Вот последний раз я гулял в этом дворе 56 лет назад. И вот опять попал сюда. Это удивительно. Дом. Это дом, в котором жили все звезды Большого драматического театра. Сюда приходила Анна Андреевна Ахматова в гости к моей семье. Сюда приходил Сергей Александрович Сорокин со своей гитарой. И они пели романсы. Сюда приезжали великие мхатовцы. Станицын, Андровская. Здесь была Файнгерна Ранежская. И всем этим замечательным артистическим оркестром дирижировал Великий Муравинский. Тот знает тайну женских черных. Это был настоящий театральный дом. В этом доме мама пережила тот расцвет творчества, который приходился на конец 30-х годов. Это великие годы расцвета советского балета. Были московские гастроли. Это самый конец 30-х годов. И мама танцевала Эсмеральду с огромным успехом. И были они приглашены вместе со всеми исполнителями на банкет к Иосифу Сорионовичу Стали. После которого к маме подошел человек и сказал, что же мы для вас можем сделать. Она несколько растерялась и сказала, у нас плохие стекла в доме. Здесь были такие зеленоватые, толстые, такого типа бутылочного стекла стекла. Можно ли поменять? Хорошо. И на следующее утро, в 6 утра, в квартире раздался звонок. Когда домработница подошла к двери и спросила, кто, было сказано, управдом. А тогда, в общем, было известно, кто ходит под видом управдома. Еще не читаемый реквием Анны Андреевны Ахматовой, где строки «Я увидела верх шапки голубой, бледного от страха управдома», ах, начинал сбываться на самом деле. Дверь открыли, вся семья вышла в прихожую, все застыли. Вошел человек главный и сказал, «Эта квартира Вечесловых, нам приказано заменить стекла», сказал он. В течение 15 минут вынули стекла, поставили новые, собрались, запаковались, отдали честь и ушли. Бедный управдом ниже этажом сидел, на площадке крестился на подоконнике, а вечером, все отходили, естественно, а вечером раздался в квартире звонок, бабушка сняла трубку и слышала мамин голос. Говорит, «Мамочка, ты знаешь, у нас, наверное, заменят наши стекла». Таким образом, в общем, как-то завершились мамины московские гастроли. В дни декады Кировского театра в Москве подруга Вечесловой, Галина Уланова, ничего не просила, но сохранила чувство страха до конца своих дней. На меня не произвело такого впечатления Лондона, когда я вперед. Как я волновалась, когда поехала в Москву, на первые декады. Я никогда не была в Москве. Танцевала я Эсмеральда Диана и Актон. И там есть лук. И выходит она из той кулисы, как раз где сидел сюда Сталин, здесь, на спеце, сидит он, а я выхожу, делаю первое движение, мне нужно первое выстрелить. Я сделала так, и остановилась. Потом, думаю, кажут, куда же мне его делать? А мне с луком все время стрелять нужно именно в то место. Это я еле кончила этот спектакль. Потом думаю, боже мой, господи, я только видела портреты в газете. Я никогда не видела живого человека. А тут я в него стреляю. Ну что же делать? Я уж потом начала стрелять в другом месте, в другую сторону. И что уж я сначала неизвестно. Я пришла, меня трясло, не знаю как, от испуга, от неожиданности. Ну, это то время было.